Почему Блайт? У меня есть чему у него учиться. На данный момент хороших тренеров очень мало. Изменились тактические какие-то наработки. Базовые макро-моменты более детальнее. Каждый понимает свои движения, кто что должен делать. У нас произошла, скажем, перестройка после каждого праков, каждого дня. Эффективность очень возросла в плане понимания игры. Мы ему доверяем, и все будет меняться. Эффективность очень возросла в плане понимания игры. Мы возвращаемся к тому, откуда, может быть, начинали, может быть, вместе с Зевсом. Именно структуру на игре. Мы потому что играли более хаотично и более фристайленно. Он очень любит дисциплину, и он старается вносить эту дисциплину в нашу команду. Мне кажется, это очень хорошо будет влиять на нас. Мы начали разбирать некоторые моменты. Именно базовые, макро-моменты более детальнее. Появилось больше четкости, что ли, в действиях, потому что он очень много уделяет времени именно нам. Я не сказал бы, что сильно поменялось расписание именно по объему, по тому, сколько мы тренируемся. Но по тому, как мы тренируемся, качество, и сколько мы обсуждаем, и сколько мы делаем, это значительно поменялось. С приходом Блэйда мы понимать начали вещь, что... Одну вещь, что мы очень глубоко ошибаемся в макро-игре. Именно в макро-игре. Не говоря уже о микро. И у нас произошла, скажем, перестройка на определенных картах, так как у нас не было времени. В целом, в перспективе у нас поменяется и тренировочный процесс, и сама игра полностью. По моему мнению, два месяца это очень мало, чтобы именно он успел дать все, что он знает, умеет. То есть полностью тренировать команду так, как он это видит. Очень много может успеть, и надеюсь, что мы и дальше будем работать вместе. Андрей может исправить многие ошибки, глобальные, скажем. Но до конца поставить команду на ноги, возможно, он не успеет. Возможно. Достаточно, чтобы привести команду к идеалу, но к очень высокому уровню. Конечно, я верю, что он это сделает. Но действительно, срок маленький. Иногда команда может приходить в свою лучшую форму спустя год. В первую очередь мы собираемся вернуться в топ-5, как минимум. Очень много работать и просто довериться полностью, слушаться в то, что говорит нам тренер. И вывести команду назад в топ-10, как минимум. И до конца года попытаться войти в пятерку лучших команд. Научиться доверять уже друг другу, всем, кто нам подсказывает. Потому что я понимаю, что многие люди, которые нам подсказывают, возможно, они говорят какие-то, скажем, неуместные слова, могут говорить в нашу сторону. Но это люди, которые нам действительно хотят помочь. И нам нужно уже научиться вслушиваться и доверять. Я, честно, не могу сказать, что из себя представляет идеальный тренер. Я могу сказать только свое мнение. Я думаю, что идеальный тренер, в первую очередь, он должен быть в первую очередь хорошим психологом. Помогать каждому в команде. Это даже важнее, чем разбираться в игре. Ну, порой. Скажем, на данный момент хороших тренеров очень мало. Но они есть, и в основном это бывшие игроки. Ну, если он еще и разбирается в игре очень хорошо, то есть бывший игрок, это вообще было бы круто. Это призвание, это именно роль, которая нравится, и не обязательно быть игроком. Главное понимать игру. И тяжело, допустим, понять тренеру, который не был профессионалом до этого и не играл в команде, не испытывал тех чувств, эмоций или каких-то моментов внутри команды, которые могут подсказать именно в моментах эмоциональных, возможно, каких-то, знаешь, там, понять игрока как игрок. Ну, мне кажется, в КСе все-таки он должен был быть игроком. Ну, есть исключения, конечно, если у человека есть действительно какой-то талант. Но в большинстве случаев он должен действительно был быть игроком, и даже больше, наверное, скорее капитаном. Они могут видеть Counter-Strike немножко иными глазами. То, я не говорю, что это плохо, это может быть, наоборот, хорошо, если человек смотрит другими глазами, то есть он может открыть для профессионального игрока нечто новое. Ну, он немного объясняет, что нужно делать капитану. Я думаю, что не есть чему у него учиться. В любом случае, Андрюха Блейд постарается передать все, что он знает Мише, как капитану. Но как Блейд именно быть Мишей уже не получится, потому что совсем два разных человека, разный склад ума, разное понимание вообще в целом. Где-то Миша может быть даже лучше, чем Блейд. Где-то Блейд, конечно, будет лучше, чем Миша. Но таких, такой же, как и Блейд, Миша точно не сможет знать. Но лучшее качество, конечно, я думаю, что Андрей постарается передать ему. Дося может все, если он захочет.